Добрый день, ребята! Сегодня мы продолжаем учиться вышивать лентами. Сегодня мы будем учиться вышивать цветок ромашка. Для этого нам нужны нитки желтого цвета для серединки ромашки, нитки белого цвета для лепестков. Вам сегодня покажу новый способ вышивания каждый лепесток цветка отдельно. Серединку мы заполняем желтого цвета ниточками. С изнанки выводим на лицевую сторону иголочку с ниткой желтого цвета. И делаем французский узелок. Два-три на вилла. Ну и хватит. Почему я так стала делать? Потому что это рельефный французский узелок. Очень хорошо смотрится. И таким узелком мы заполняем полностью весь овал ромашки. Для лепестков берем ленточку белого цвета. Ножницами конец ниточки закругляем. И с помощью зажигалки или свечки обжигаем, чтобы не рассыпалась эта ленточка. Аккуратненько. Дальше. С лицевой стороны наизнанку вводим иголку рядышком с вышитыми лепестками цветочка. Вводим наизнанку. Если ленточка плохо проходит, то мы помогаем иголочку вокруг оси. Проворачиваем ее и тогда ленточка идет нормально. Поправляем лепесточек. Расправляем. Переворачиваем. Наизнанку. Обрезаем ленточку. И вот с помощью зажигалки прижигаю и запаиваю. Переворачиваю опять на лицо. Ленточку вдеваю в иголку. Заправляю. И опять закругляю конец ленточки. Делаю кроленький для лепесточка. Обрабатываю зажигалочкой или же свечкой. Прижигаем аккуратненько. И опять с лицевой стороны вводим рядышком с лепестком цветка. Наизнанку иголку вводим. Опять же проворачиваем вокруг оси. И подтягиваем. Расправляем ленту. Ленточку. И если она там неправильно легла. Расправили. Оставили нужной длины. Переворачиваем наизнанку. И здесь обрезаем. Как можно короче. Ну и с помощью, опять же, зажигалки припаиваем. Итак, по всему периметру нашей ромашки мы заполняем, вышиваем лепестки этой ромашки. И у нас получаются вот такие замечательные ромашки. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова